Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10. Прекрасно. Рада вас приветствовать сегодня на наших апрельских вечерах «Мечтай смелее». Сегодня вечером у нас выступят целых два спикера. В 19.30 вот сейчас начнет выступать Александр Жираковский. Вот тема «Антистрах и как с ним бороться». А потом в 21.30 выступит Светлана Стрельникова. Она вам расскажет про отношения с едой. Как женщине за 40 получить энергию из ниоткуда. Эти апрельские вечера подготовили для вас мы. Калина Просперитес, Елена Ермошина и Татьяна Маликова. И мы рады вас приветствовать сегодня. Итак, давайте я вам расскажу сейчас про Александра Жираковского. Александр Жираковский. Классический психолог, сертифицированный коуч, консультант по работе со страхами, бизнес-консультант, тренер. Он более 14 лет занимается индивидуальным консультированием и проводит тренинги. За это время на его тренингах и консультациях побывало 2750 человек. Автор проектов, курсов, у него классическое психологическое образование и специализации. Это семейные отношения, бизнес-коучинг, лайф-коучинг и работа со всеми проблемами, которые бывают у нас в жизни. И вот сегодня он расскажет нам на тему антистраф, как перестать бояться. Итак, Александр, вы готовы выступать? Если готовы, поставьте, пожалуйста, какой-нибудь значок в чат. Очень хорошо. Я передаю слово Александру. Давайте встретим его бурными аплодисментами. Десяточки, если меня отлично слышно. Ну и, соответственно, ниже цифрку, если меня слышно хуже. Десять, меня слышно отлично. Раз, два, три, три, два, раз. Проверяем связь. Сразу решаем вопросы со связью. Так, и мы сейчас начинаем. Итак, все хорошо, да? Ну что, дорогие друзья, я рад вас приветствовать за то, что вы выделили время. Весна такая, пора хорошая. У нас уже в Волгограде тепло, хочется гулять, наслаждаться природой. Не знаю, как у вас, из каких регионов тут не видно, да, видно только страны. В любом случае, хочу вас поблагодарить за то время и внимание, которое вы уделили, да, в первую очередь себе, своему развитию. Хочу поблагодарить организаторов, Елену и ее коллег, которые организовали мероприятие и пригласили меня, да, а также собрали вас. В двух словах, значит, о чем сегодня пойдет речь. Основная моя тема – это антистрах. Да, я готов с вами поделиться секретами, техниками, приемами, как избавиться от страха, как перестать бояться и получать от жизни, ну, желаемое, то, чего вы хотите получить. Этой теме, этому курсу я посвятил несколько лет, наработал огромный материал, да, некоторые приемы вы сегодня услышите. Также в конце мероприятия, если мы во времени будем укладываться, я планирую провести небольшую медитацию. Это практический прием, да, практическое такое упражнение, которое я даю на своих платных закрытых тренингах, вот, ну, я решил сегодня поделиться с вами. Единственное, что мне не удастся до конца его довести и полностью вам все рассказать, но это нюансы. А также те, кто захотят пойти до конца, те, кто захотят научиться работать со своими страхами, со своей психикой, те, кто захотят большего, могут получить эту возможность, и в конце у вас будет прекрасная возможность научиться работать со своими страхами. Ну что, давайте начинать. Скажите, пожалуйста, вот, наверняка, да, вы сюда пришли не просто так послушать, наверняка у вас есть какие-то, нашлись бы какие-то дела поинтереснее. Вот, скажите, кто хочет избавиться от страха? Для кого это очень важно узнать? Как же можно избавиться от страха? Поставьте циферку, не знаю, 2, например, да? Циферку 2, если вы по-настоящему хотите избавиться от страха. Это вот реально для вас очень-очень важная задача. Задача. Избавиться. Она у нас одна Ольга только с надеждой, а остальные у нас отважные. Научиться им управлять. Да, вот мы здесь. Кто хочет узнать, как же можно победить страх? Избавиться, победить. Ага, я вижу у нас или некоторая задержка, или некоторое такое вот, как это слово выскочило, маленькая активность. Смотрите, вот, давайте я расскажу правило, по которому мы будем сегодня работать. Я не оговорился, мы с вами будем работать. Я увидел, Елена, да, что небольшая задержка в чате. Я буду это учитывать. Так, что же это за правило? Если вы хотите реально получить результат прямо сегодня, а это реально, да, даже на такой бесплатной встрече за каких-то там полтора часа, вы можете получить результат. Что для этого нужно? Первое и самое главное, да, все ваше внимание должно быть здесь. То есть вы закрываете все свои другие вкладки. Одноклассники, ВКонтакте, электронную почту и какие-то другие сайты, которые у вас открыты. И полностью все внимание сосредотачиваете здесь. Это важно. Я вам говорю, как профессиональный психолог, внимание не разделяется. Вы не можете однозначно сильно работать и здесь, получать результат, и там просматривать почту или сажать огурцы в одноклассниках. Первый момент. Второй момент. Если вы по-настоящему хотите избавиться от страха, а не просто так вот поставили двоечку, чтобы я отвязался. А что нужно? Необходима вовлеченность, стопроцентная вовлеченность в процесс. То есть вы задаете свои вопросы, отвечаете на мои вопросы, участвуете в переписке, пишите что-то в чате. Чисто психологический момент. Если вы просто слушаете одним ухом, а в это время помешиваете кашу, кормите ребенка или занимаетесь еще чем-то, ваш ум, ваша психика высылает информацию только лишь на 5%. Посчитайте, из 90 минут 5% это 3,5 минуты, ну 4 пусть будет. Что вы можете запомнить, понять и узнать за 4 минуты? Ничего. И наоборот, если вы активно вовлечены в процесс, задаете вопросы, пишете, записываете что-то себе на бумажке, задаете мне вопросы, ваша психика участвует активнее, более включена, процентов на 20, на 30. А вот это уже серьезно. Вот это уже можно рассчитывать на какой-либо результат. Если вы принимаете эти правила, вы получаете результат. И возможно к концу встречи, а у меня такие ситуации были, да, такие случаи были, когда люди к концу встречи получали свой какой-то конкретный результат. Понятно, что для этого нужно иметь этот результат, понимать, что же я хочу. Итак, кто-то из вас честно и откровенно поставил двоечки, высказал желание избавиться от страха. И наверняка я полагаю, что многие, наверное, все, кто пришел сюда, хотят избавиться от страха. Ну что ж, я, наверное, вас разочарую. На вопрос, как избавиться от страха, я отвечу, никак от страха избавиться невозможно. Даже больше. Это и не нужно на самом деле. Ну что же делать? А чем мы тогда с вами будем заниматься? А зачем мы с вами сюда тогда пришли? В конце концов, чем я занимался несколько лет? И что из себя представляет курс, которым я вам буду рассказывать? Так вот, сегодня на моем выступлении вы узнаете, что же такое страх, да? О чем, ну вообще, прежде чем с чем-то бороться, от чего-то избавляться, надо понимать, что это такое. Откуда он взялся, почему он произошел, да? Самый важный вопрос, который наверняка возник у вас, почему нет смысла с ним бороться? Почему от него не надо избавляться, хотя реально он доставляет дискомфорт, да? Он не нравится многим, и в том числе мне, да, сам как состояние, он не нравится. Что же с ним сделать, с этим страхом, да? Если с ним нельзя бороться, значит, надо как-то по-другому решать ситуацию, да? А я вам сразу хочу сказать, что страх несет вам какую-то пользу. Как понять, что он за пользу несет? Как сделать его своим помощником? Самое важное, как использовать силу страха. А страх очень сильный, надеюсь, вы со мной согласны. Согласны, что страх, как эмоция, это сильная эмоция, одна из сильных эмоций. Кто согласен? Плюсик поставьте просто. Страх это одна из сильных эмоций, если не самая сильная. Благодарю. Как же все-таки использовать эту силу? Ну и в конце, как обещал, будет медитация. Медитация – это, что называется, десерт. Это то, что любят многие, нравится многим, ну и дает результат. Очень хороший, очень быстрый результат. Два слова о себе. Наверняка здесь есть люди, которые меня не знают, видят впервые. Я не буду тратить время, но просить вас поставить плюсики, кто меня видит впервые, а кто уже знает со мной. Я в двух словах расскажу о себе. Те, кто не знают, узнают, да, а те, кто слышали, ну, еще что-то новое услышат. Я профессиональный психолог. Закончил Рязанский институт права и экономики МВД России. Первые пять лет поработал непосредственно в этой сфере, в области МВД. Ну, об этом чуть позже. Потом благополучно уволился, попробовал себя в различных направлениях и в итоге вернулся, ну, к своей профессиональной деятельности, так сказать, к своему предназначению, то есть к психологии. Да, и вот уже 14 лет я практикую, я работаю индивидуальным предпринимателем, если можно сказать, работаю, да, я индивидуальный предприниматель и активно продвигаю, да, свои курсы, свои тренинги в интернете. Да, последние несколько лет в основном я работаю онлайн. У меня есть главные мои тренинги, это гармоничное отношение, как создать гармоничную семью, да, счастливое отношение в семье. То есть это техника антистрах, это денежное мышление, ну, и некоторые другие, мы назовем их так, вспомогательные. Тема страха, на самом деле, вот я пришел к ней не, ну, не просто так, да, не просто вот ради того, что нам чем-то понравилось. Моя жизнь сложилась таким образом, что со страхом я боролся всю жизнь. Наверное, и вы тоже помните, как в детстве чего-то боялись. Поставьте, пожалуйста, цифру колодин те, кто в детстве чего-либо боялись. Неважно, чего вы боялись в детстве, да, может быть, каких-нибудь, там, жучков, паучков, темноты, или родителей, или из чего-то, просто, чтобы понять. Так вот, в детстве, будучи маленьким ребенком, я, как и миллионы других советских детей, тоже боялся. Ну, например, темноты, да, ну, один из самых распространенных детских страхов. Это не сильно мешало мне, да. Ну, в какой-то период времени я с родителями полетел, поехал к бабушке, с дедушке в другой город. Ну, вернее, не поехал, а полетел на самолете. И вот никто бы и не узнал об этом, ну, до этого момента никто и не знал, не думал, не гадал, что я боялся летать. Да, я, честно говоря, не помню, как прошел этот полет, не помню, как он закончился. Единственное, прекрасно помню, что после этого никогда в детстве уже не летал на самолетах. Да, в следующие разы, в следующие годы я с родителями ездил только на поезде, после чего люблю поезд, и он мне очень сильно нравится. На этом бы история могла и закончиться, если бы не юношеский максимализм. Время шло, я вырос, и мне предстояла такая вот необходимость идти в армию. Воспитываясь в Советском Союзе, я считал, что мужчина, защитник Отечества, будущий воин, он должен быть смелым. И я просто не мог остаться в своих, по крайней мере, глазах трусом и решил бороться со страхом. Как побороть страх полетов? Летать в гражданских самолетах я не имел ни финансовой возможности, ни, ну, в принципе, времени оставалось мало. Единственный выход в тот момент были учебные авиационные курсы ДОСАФ. Да, в советское время была такая организация. Она готовила пилотов, и я туда поступил. Конечно же, ни в военкомате, ни в ДОСАФе я не сказал, что я боюсь летать. Полгода я учился на летчика, вот пилотированию, наземная подготовка, тренажеры на земле, все нормально, все было чудесно, да, ничего страшного. И вот наступает момент, меня призывают в армию, я попал на настоящий аэродром, вот уже должна быть летная подготовка, настоящие вылеты, и здесь, что называется, засада, да. Я не знал в тот момент, даже не предполагал, что прежде чем сесть в самолет с инструктором, перебороть мой страх, а у меня была тактика такая, что клин клином вышибают. Да, я думаю, что когда я сяду в самолет, в принципе, вот переборов этот страх, я, ну, с ним справлюсь. Нужно было совершить два прыжка с парашютом, предполетная подготовка. А теперь представьте ситуацию, что человек, который боится летать, садится в кукурузник, да. Если кто-то знает, видео может быть летал, это очень сильно, этот самолет очень сильно отличается от пассажирского. Никакой звукоизоляции, тонкие стены, там, фанерные или какие-то деревянные, да, очень тонкие, трясется, дребезжит. И вот эта вся конструкция поднимается в воздух. Мало того, на высоте тысячи метров нужно было выйти из этого самолета. Для человека, который боялся летать, это был очень сильный шаг, да, это был, ну, можно сказать, поступок. Конечно же, я через это все прошел, с помощью инструктора в том числе, да, вот, это я, с этим я справился. В итоге моя армия закончилась, я совершил вылеты на учебно-тренировочном самолете, все прошло, да. А вот теперь у меня к вам вопрос. Как вы думаете, я избавился от страха летать или нет? Вот, если вы считаете, что я избавился, поставьте единичку, да, я избавился. Если вы считаете, что нет, нолик, нолик нет и один, вот, нет, нет, вот, ну, я в восторге. Я, честно говоря, не ожидал, что будет такая аудитория, очень-очень грамотная, прокачанная. Так, что ж, я благодарю вас за ответы. Хочу сказать, вы правы. Вы на самом деле правы. Я не избавился от страха. Но этот страх теперь мне не мешает. Я теперь могу спокойно летать, да, на гражданских самолетах в качестве пассажира. Меня не трясет ни на взлете, ни на посадке, ни в какой-либо момент. Я могу управлять своим страхом. Я могу управлять собой, ну, в этих критических ситуациях. Скажите, вот эта мысль понятна? Кто хочет научиться управлять своим страхом, своей психикой, да, своим поведением? Не знаю, семерочку, пожалуйста, семерочку и поставьте, если вы хотите получить такой результат. Вы не сможете избавиться от страха. Я сейчас подробно об этом расскажу. Никогда. А если и сможете, то это будет величайшая глупость. А вот научиться управлять собой, своим поведением, это реально, это возможно. Я это сделал. Сделали мои клиенты на достаточно большое количество. Это сможете сделать и вы. Ну, благодарю. Благодарю вас за ответы. Я продолжаю, да, можно сказать, заканчиваю свою историю. На этом моя работа со страхами не завершилась. Помните, я говорил, что закончил Институт права и экономики МВД России. Так вот, по распределению я попал в колонию, в колонию строгого режима. И еще пять лет я занимался, ну, помимо своей профессиональной деятельности, я, можно сказать, продолжал бороться со страхами. Да, этот опыт работы в колонии позволил мне создать мой курс. Да, то есть я благодарен этому периоду жизни за то, что я получил, ну, очень много таких сильных моментов, чтобы избавиться от страха, чтобы научиться работать со страхом. Итак, вывод, к которому я пришел за свою трудовую и профессиональную деятельность. Страх никуда не делся. Он как был, так и остался. Но этот страх не только не мешает мне, этот страх мне помогает. Этот страх дает мне силы, этот страх дает мне информацию. Это очень важный момент. Задача научиться правильно этим использоваться. Я хочу сказать, что каждый из вас получает то же самое. Разница заключается в том, что я умею этим правильно пользоваться, а вы еще нет. А вот теперь давайте говорить об этом подробнее, об этом конкретнее. Итак, что же такое страх? Я надеюсь, у вас есть ручка и листочек. Страх – это базовая эмоция человека. А страх – это врожденное эмоциональное состояние, которое возникает в результате реальной опасности или предполагаемой. А теперь давайте разбирать вот это определение. Оно очень-очень важное. Итак, смотрите. Если страх – базовая эмоция. Это врожденное состояние. Это дается нам от рождения или от Бога, как вам больше нравится. То логичный вопрос. А зачем от этого избавляться? Все, что вложила в нас природа или создатель, значит, это для чего-то нужно. Избавляться от страха – это все равно, что уничтожать свою систему безопасности. Например, у вас на автомобиле, может быть, в квартире стоит сигнализация. Никто же из вас не собирается ее выкидывать, вырывать с корнем, уничтожать. Она вам для чего-то нужна. Итак, для чего же нужен страх? Как вы думаете, основная функция страха? Какая основная функция страха? Для чего же нужен нам страх? Защитная. Ну да, а еще? Еще какая основная функция страха? А остальные? Остальные не знают, думают. Предупреждение, защита, сохранение вида. Да, в том числе, сохранение вида. Да, вы правы. Да, предупредить боль и смерть. Ну, можно и так сказать. Да, да, вот чат у нас немножко зависает, я понял. Итак, вы абсолютно правы, да, что функция страха – это безопасность. Это выживание индивидуального человека, да, конкретно вас, да, и выживание непосредственно всего вида. Итак, страх – это древнейший механизм выживания. Именно этот механизм позволил, да, выжить многим животным, позволил совершенствоваться им. А, между прочим, страх служит именно и этой цели тоже, да, совершенствованию. И это первая функция. Вторая функция, которая выполняет страх. Смотрите. Каждый человек сталкивается с той или иной опасностью. И наши предки тоже сталкивались с опасностью. Только в их период жизни опасности были другими. Возможно, они были, их было больше, да, мы предполагаем, скорее всего, это так. И на самом деле, что их жизни больше что-то угрожало, да, голод, дикие животные, какие-то стихийные бедствия и прочие вещи. Вот если бы страх не передавался на генетическом уровне, да, не столько страх, сколько те моменты, которые могут угрожать опасности. То есть, когда мы видим животное, оно может быть абсолютно незнакомым для нас. Но по каким-то признакам мы понимаем, что это животное может причинить нам вред. Вопрос, по каким признакам, мы можем понять. А эти признаки заложены у нас генетически. Да, мы где-то вот из глубины, что называется, из-под корки на нашего подсознания, мы понимаем, что это опасность. То, что называется шестим чувством, интуицией или еще там разными вещами, да. То есть, опасность, пережитая человеком, она передается сородичам, да, она передается его окружению. И она передается не только в виде рассказов, не только в виде рисунков, каких-то пересказываний, но она передается генетически. Понимаете, что это передается не, ну как, формируется и передается не за одно поколение, да. Это длительный процесс, там, миллионов-миллионов лет развития. А следующий момент, что же пугает человека, да, что вызывает страх? Это темнота. Скажите, а здесь есть люди, кто боится темноты? Поставьте цифру 1, если вы боитесь темноты. Может быть, вы боялись темноты в детстве. Я в детстве боялся темноты, будучи маленьким ребенком, вот, да, такое было. А среди наших участников, слушатели, есть люди? Неизвестности. Но неизвестности это немножко другое. Так вот, а, ага, есть все-таки, да, вижу, благодарю вас. Так вот, а почему же люди боятся темноты? Что же в ней на самом деле такого опасного? Человек устроен так, что почти всю информацию, большую часть, процентов 70-80, человек получает с помощью зрения, да. Мы видим практически все, да, и принимаем какое-то решение. А когда наступает темнота, основной источник получения информации у нас отключается. Ну, не то, что он отключается, он просто не действует, да. Да, в темноте мы плохо видим. Мы не кошки, мы не летучие мыши. И в этот момент возникает неизвестность. И почему нас пугает неизвестность? А потому что мы не знаем, хватит ли у нас сил, хватит ли у нас ресурсов справиться с этим, да. На самом деле темнота сама по себе, ну, она ничуть не страшнее чего-либо другого. Нас пугает мысль, внимание, это важный момент, мысль о том, что я не знаю, что там произойдет. Именно это мысль нас пугает. Ну, представьте ситуацию, когда древний человек подходит к пещере, к темной пещере. Он не знает, что там, оттуда вылезет медведь, тигры, не знаю, змея, может быть там ямы или еще что-то. Он не знает, что ему нужно. У него, ему непонятно, тех сил, тех ресурсов ему хватит или нет. Да, именно темнота, именно неизвестность нас пугает больше, чем что-либо другое. Итак, в итоге, любые изменения, которые могут быть опасны, обратите внимание, могут быть, да, вызывают у нас чувство страха. Потому что мы не понимаем, хватит ли у нас сил. Ну, может быть, этот пример вам будет более понятным. Например, вы пришли в магазин, что-то покупаете, 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 а вы забыли, сколько у вас денег. Да, может быть, вы используете карточку, и вы просто не помните, сколько на ней осталось. Да, и вот это состояние, когда вы не помните, вот хватит ли вам денег на все, на все покупки или нет, может быть, это не так страшно, но, по крайней мере, вызывает некоторый дискомфорт. Да, в конце концов, в магазине вы можете отказаться от покупок, и ничего страшного не случится. Я вам попробовал привести некоторую метафору, которая показывает, да, что изменения, которые могут быть опасны, они вызывают страх. В итоге, вывод вот этой части нашей встречи. В реальности боятся все, боятся даже животные, даже те животные, которых мы считаем агрессивными, которых мы считаем сильными, да, которых мы считаем хищниками, они тоже испытывают страх, потому что страх, это, ну, можно сказать, основа выживания, да, страх позволяет выжить. Времена изменились, и теперь по улицам не бегаются близубые стигры, теперь нету, мы, ну, по крайней мере, не испытываем тех проблем с голодом, и вообще многие других проблем, которые были, там, 100-200 лет назад, их нет, они гораздо в меньшей степени, да. Но, если цивилизация продвинулась вперед и понастроила всего чего угодно, небоскребов, самолетов и железных дорог, так, кто человеческий мозг, каким был, таким он и остался. Наш мозг за последние 100, 200, 300 лет назад, за 300 лет не изменился, он каким был, таким и остался. И важный момент, смотрите, вот это упрощенная схема мозга, да, нам на самом деле мозг гораздо сложнее, нам нужно понимать, где находится точка страха, да, где находится отдел мозга, который отвечает за страх. Так вот, кора головного мозга отвечает у нас за творчество, за интеллект, за общение, в общем-то, много функций, да. Это вот одна из самых больших частей мозга. Есть лимбический мозг, тот, который отвечает за эмоции. Любые эмоции, которые вы испытываете, радость, там, горе, обиду, да, за это отвечает имбический мозг. И есть такая отдел мозга, называется рептильный мозг, да, почему рептильный, потому что он древний. Он, этот мозг есть еще у рептилий, да, у крокодилов и вот, ежесними. Так вот, этот самый древний отдел мозга, который отвечает за безопасность. И в критический момент, смотрите, что происходит в критический момент. В критический момент, вот этот рептильный мозг отключает другие отделы мозга, ну, или же говоря профессиональным языком, он становится доминирующим. Он становится доминирующим, да, и на его фоне другие отделы мозга, вот, по аналогии, просто-напросто выключаются. И этот отдел мозга обеспечивает нам безопасность. Пример, да, как бы это могло выглядеть, там, некоторая метафора. Представьте, мама гуляет с ребенком по парку. Да, ребенок бегает, веселится, ловит бабочек, кувыркается на травке, все нормально, все чудесно. И вот они подходят к дороге, да, где идет автомобильное движение. А что делает нормальная мама, вот, заботливая? Она берет ребенка за руку и через, по переходу, да, через, на зеленый свет, она переходит дорогу. Если в этот момент ребенок будет вырываться, капризничать, там, плакать, да, что-то делать, мама вообще на это не реагирует. Правильно? Так же происходит. Как только дорогу перешли и опять наступила территория безопасности, мама отпускает ребенка и ребенок бежит дальше гулять. Вот примерно точно так же работает наш мозг. Как только возникает какая-то опасность, другие отделы мозга отключаются. Они перестают доминировать. Моментально в этот момент, моментально в кровь вбрасывается адреналин. Буквально за доли секунды организм мобилизуется. Стоит только подумать, стоит только, не знаю, там, вот, вспомните ситуацию, да. Пример. Вы сидите дома и вдруг в соседней комнате, может быть, на кухне что-то такое резкое упало. Или, может быть, стекло разбилось. Какая у вас реакция? А какая реакция в этот момент? Когда у вас за спиной, да, вот, что-то резкое там стукнуло. Вспоминайте. Как обычно человек реагирует в этот момент? Вздрагиванием, испугом, да, таким напряжением. Давлением. Если кто резко, если кто реагирует на давление, если у кого давление очень скачет, да, давление может подскочить. То есть, организм за доли секунды, доли секунды организм реагирует моментально, да. Это, вы даже подумать не успели, вы даже не могли понять, что за такое произошло. Но организм уже среагировал. Это реакция организма. Мы не можем вот этой реакцией управлять. Пригнуть в голову, да, защитная реакция. Все верно. Итак, давайте посмотрим. Времена изменились. А вот чего же мы боимся в современном мире? Ситуации, когда мы испытывали боль, неприятные какие-то моменты вызывают у нас страх? Конечно, вызывают. Информация от окружающих, когда приходит кто-то из ваших близких, может быть, друзья, или вы смотрите по телевидению, да, и там рассказывают какую-нибудь страшилку. Говорят, вот я ходил туда, было плохо, больно. Вызывает страх? Вызывает. Неизвестность? Вызывает страх. Конечно, неизвестность всегда пугала и всегда будет пугать. Простой пример. Вы приходите на работу, и вам говорят, со следующего месяца мы будем сокращать, да, примерно 30% персонал. Вам еще не сказали, что вас сократят. Просто сказали, что кого-то будут сокращать. Вы попали в состояние неизвестности. Что вы испытываете? Переживания разные. Страшно? Да, страшно. Ко мне очень часто обращаются люди, клиенты, которые говорят, вот я в неизвестности, я не знаю, что будет. А неизвестность может быть связана с работой, с семейными отношениями, с прочими. Простой пример неизвестности, да, который очень сильно пугает женщин, мам. Вечер, ну, примерно в такое же время, как сейчас, ваш ребенок гуляет на улице. Вы понимаете, что уже поздно, надо было его вернуть. Вы берете телефон, звоните ребенку, да, делаете вызов, а в ответ женский голос говорит, абонент недоступен, а временно недоступен или находится там вне зоны доступа, да. Какая-то такая фраза уже забыл. Что вы в этот момент чувствуете? Какие эмоции? Вы начинаете опять перезванивать, а вам то же самое. Абонент у меня зоны доступа. Были такие ситуации в жизни? Что вы испытывали в этот момент? И пока длится вот этот период неизвестности, человек переживает очень-очень сильный страх. А я надеюсь, были, да, тут любые перемены. Любые перемены, в принципе, я об этом рассказал. Любые перемены, которые в жизни бывают. Вот, в голове, в голове все самое страшное. Обратите внимание, вот Надежда пишет, да, что в голове все самое страшное мелькает. Это происходит автоматически. Вы сами себя начинаете пугать, при всем при том, что даже не замечая этого. Это важный момент. Итак, смотрите. Разница в том, вот, помните, я давал вам определение страха. Страх – это эмоциональное состояние, которое возникает в результате реальной опасности. Когда вы видите перед собой какую-то реальную опасность, будь то пожар, будь то дикий зверь или еще какая-то опасность, вы испытываете страх. Это нормально, это естественно. Но бывают ситуации, когда этой опасности нет. Но вы начинаете бояться. Вот только что я вам привел этот пример. То есть, что происходит? Вы боитесь не какой-то реальной опасности, а предполагаемой опасности. И вот таких ситуаций в нашей жизни очень-очень много. Когда человек реально сталкивается с опасностью, да, там, будь то пожар, будь то какие-нибудь хулиганы или, не знаю, там, дикие звери, у человека все силы, да, весь организм мобилизуется на что? На то, чтобы или убежать, или же сопротивляться, да. Да, есть такая вот фраза, бей-беги, реакция. И это нормально, это естественно. Но когда вы попадаете в ситуацию предполагаемой опасности, вот здесь бороться с ней очень-очень сложно. Почему? По одной простой причине, что вы не видите, с кем надо бороться. Вы реально не видите конкретно, с кем нужно бороться, да. Но состояние страха вы испытываете. Вспоминайте, как только вы чего-то испугались, реально сильно испугались, у вас выделяется адреналин, у вас выделяется определенный, ну, идет, меняется биохимия, выделяются определенные гормоны, и организм готов действовать. Но реального страха, реальной опасности нет. Опять же, вот, давайте говорить конкретно, да. Пример. Вот здесь есть среди этой аудитории люди, кто боится публичных выступлений. Поставьте циферку 3, если вы боитесь публичных выступлений. Ага, есть. Смотрите, что происходит, да. Вам нужно выходить на сцену. Зал уже сидит, зал собран, они готовы. Вы, может быть, неделю готовились к этому выступлению. У вас прекрасные слайды, вы замечательно выглядите. Но вы все равно переживаете страх. Если бы была возможность, вы бы наверняка отказались и убежали. Правильно? Если бы вам сказали, не хочешь выступать? Не выступай, не надо. Вы бы прям облегченно. Фух, ну все, слава богу. Вот развернулись и довольны и пошли бы. Так же было бы, да. Вот смотрите, какой момент. Вам надо идти на сцену, а вы реально боитесь. Организм мобилизовался. Организм уже выделил страх. Напрягся, да. Вот, сконцентрировался. А не убегать, не драться вы не можете. Вы не можете в этой ситуации делать ничего, кроме как выступать. И вот здесь некоторое противоречие. Но, я не знаю, интересно вообще узнать приемы и способы работы со страхом публичных выступлений. Здесь просто троечки поставили мало людей. Я не знаю, насколько интересно мне рассказывать про эти предъемы. Или мы это пропустим и пойдем дальше. Идем, будем рассказывать другие вещи. У нас еще впереди медитация. У нас впереди еще курс. Наверное, пропустим. Я вижу, реакции нет. Ну так вот. Смотрите, какой первый и самый главный чат запаздывает. Интересно. Хорошо. Хорошо. Давайте я расскажу про страх публичных выступлений. Я вам дам один простой прием. Он самый простой. Подойдет для всех подряд. Так для него не нужно каких-то, ну, особых этих самых. Учиться этому не нужно. Так вот. Вспоминайте, когда человек что-то боится, он мобилизуется для того, чтобы действовать. И вот энергетика поднимается. Запомните важный момент. Это относится к любому страху. Если вы чего-то испугались, у вас есть силы, энергии для того, чтобы это достичь, победить, справиться с этим. Я еще раз повторю. Это важная мысль. Это одна из важных мыслей, вот как бы за все наши выступления. Если вы чего-то испугались, у вас есть силы, энергия для того, чтобы с этим справиться, этого достичь. Потому что энергия страха – это ваша энергия. Она не какая-то извне. Страх не существует в виде вот какой-то силы внешней. Внешняя может быть опасность. Тигр, пожар, там все что угодно, землетрясение – это опасность. А состояние страха, энергия страха, сила страха – это ваша сила. Но чаще всего вы эту силу не пользуетесь, не используете. Что происходит? Вы начинаете бороться сами с собой. Представьте, как будто ваша левая рука борется с вашей правой рукой. И предположим, одна из рук побеждает. Не важно, левая или правая. На самом деле, можно сказать, что вы победили? Нет. Потому что вы проиграли, вы потратили энергию. Неважно, какая из ваших сторон левая или правая победила. Так вот, перед тем, как выходить на сцену, у вас очень высокий уровень энергетики. Он зашкаливает. Он зашкаливает настолько, что вы даже забываете слова, начинаете заикаться. У меня так и было. У меня тоже был страх публичных выступлений. Что можно сделать? За несколько минут, за 3-5 минут, вы можете даже проделать это упражнение прямо сейчас вместе со мной. Проделайте это простое упражнение. Хотите делать стоя, хотите сидя, неважно. Прямо сейчас начинаем напрягать все мышцы. Напрягаем мышцы ног, голень, бедра. Напрягаем мышцы спины, живота, мышцы рук, мышцы лица. Напрягли все мышцы. Держим. 3, 2, 1. Выдох. Еще раз. Напрягаем все мышцы. Руки, плечи, спина, живот, ноги. Держим. 3, 2, 1. Выдох. И еще раз, последний. Напрягаем все мышцы тела. Сильно напрягаем и держим их. 1, 2, 3, 4, 5. Выдох. А теперь почувствуйте, что происходит с вами в этот момент. Что происходит с вами в этот момент. Что вы почувствовали? Вот проделав это упражнение, минимум 3, лучше 5-7 раз легкость. Все верно, напряжение уходит. Смотрите, что было. Это обычная физиология. У вас уровень напряжения был очень высокий, вы очень сильно волновались. Это как вот чайник закипел. А в этот момент, проделав, обратите внимание, мы потратили на это 1 минуту. Потратили 1 минуту, и уровень напряжения снизился. И все. И вы теперь можете спокойно выходить на сцену. Понимаете? Мешает выступать вам излишнее напряжение. Внутреннее напряжение. Его надо сбросить. Это как открыть закипевший чайник, да? Вы открыли чайник, все напряжение упало, он уже не кипит. Это первое простое упражнение, которое поможет вам снять напряжение. Это первый момент. Второй момент. Вы вышли на сцену, и вдруг понимаете, что забыли все слова. Вы понимаете, что на вас смотрят 100 или 300 человек. Освещение, да? Вот эти вот, как там называют, эти фонари светят на вас. И вы чувствуете дискомфорт. Вы не знаете, с чего начать. Вы боитесь, с чего начать. Было такое у кого-то? Вот напишите, напишите просто, да, было, плюсик поставьте. Я вспоминаю своего первого выступления, не выделили 20 минут, я вышел на сцену, я месяц готовил свое выступление. И вдруг я забыл. Я забыл половину. Я за 10 минут все рассказал и вернулся к ведущим. Они говорят, Саша, что случилось? Я говорю, все, я закончил. Они, как так быстро? И говорят, да, я половину забыл. Вот, посмотрите, я вижу, что было, да, я объясню, что нужно сделать в этот момент. А почему такое состояние возникает? В этот момент вы думаете о ком? О чем? Вы думаете о себе. Как я буду выглядеть? Что они скажут? Что они подумают? Ну и так далее и тому подобное. Вы думаете о себе. И эта мысль вас тормозит. Что нужно сделать в этот момент? В этот момент вы переносите внимание в зал. Люди, которые пришли вас послушать, да, давайте говорить честно и откровенно, им все равно, в каком вы будете платье, им все равно, какие у вас, ну, какие-то там сложности, нюансы, да, еще что-то. Они пришли получить информацию, там, что-то узнать, может быть, это, я не знаю, что у вас за выступление, да, может быть, это какое-то увеселительное выступление, да. Лично вы им малоинтересное, они пришли с какой-то другой целью. И вот как только вы все внимание переключаете в зал, забываете про себя, случается чудо. Что значит чудо? А чудо заключается в том, что нами управляет подсознание, да. И в подсознании сразу появляются слова, которые нужно сказать, слова-связки, сразу появляется, начинается идти речь, ту, которую вы готовили. Вот он ключик, который позволяет вам справиться со страхом публичных выступлений. Скажите, вот то, что я вам, вот эти два приема сказал, они для вас полезные, будете применять, поставьте, не знаю, двоечку, если вы считаете, что это работает. Ага, благодарю. Я просто пока вы ставите двоечки расскажу. Я проводил мероприятия, живые мероприятия на 300 человек. Я подготавливал спикеров, ведущих, выступающих, именно вот работал со страхами, да. То есть у меня в этом плане есть определенный опыт. И то, что я вам рассказываю, это не просто вот мои выдумки, это результат моей работы. Ну что ж, давайте теперь возвращаться к нам, да, к нашим страхам. По поводу страхов мы переговорили, да, страх публичных выступлений. Следующий момент, следующий важный прием, который можно использовать для любых страхов. Для любых страхов, да. Смотрите, первый и самый главный прием, который позволяет справиться с любым страхом, это его признать. Как только вы признаете свой страх, он начинает терять над вами силу. Повторяю главную мысль. Страх это энергия, это ваша энергия. Понимаете? И вы должны ее управлять, вы можете ее управлять. Но управлять вы сможете только в том случае, если вы реально признаетесь. Да, я реально боюсь. Как только вы признали, как только вы смогли сказать себе, я этого боюсь, сила страха резко упадет. Резко упадет. Кстати, этот же прием можно использовать и в публичных выступлениях. Работает он примерно таким образом. Вы выходите в зал, он хорошо работает, если вы начинающий выступающий. Если вы выступаете первый раз, вы выходите в зал и говорите, добрый день, дорогие друзья, обращайтесь к аудитории. Вы знаете, это мое первое выступление, это мое первое выступление в этом зале, это мое первое выступление на такую большую аудиторию. Вы признаете, что вы новичок, что вы волнуетесь, что вы испытываете какой-то дискомфорт. И когда вы это проговариваете в зал, в открытую, это дает двойной эффект. Первый эффект, как только вы признали страх, сила страха снижается. А второй эффект чисто психологический. Когда вы говорите другому человеку, вы признаетесь в том, что вы живой человек, что вы чего-то боитесь, что у вас какие-то эмоции. Вот эти люди, которые сидят в зале, начинают по-другому к вам относиться. Это очень сильный прием. Реально он очень сильный прием. Примерно похожая ситуация была на мастер-группе, когда я работал с клиенткой. Там было несколько человек по скайпу, закрытая группа. И женщина рассказывает свою ситуацию по страху. Она говорит, я боюсь вот этого, вот этого, вот этого. Она ее в течение двух минут рассказывала, чего она боялась. Потом возникает пауза. Вернее, я ей говорю, Светлана, вы на самом деле, вот, и повторяю вот этот ее страх. Возникает некоторая пауза. Она замирает и говорит, вы знаете, я вот когда проговорила этот страх, я прям почувствовала, да, на уровне тела, на уровне ощущений, что мне стало легче. Нереально стало легче. Это первый очень-очень важный шаг. А теперь давайте посмотрим, отчего же боитесь вы. Напишите, пожалуйста, вот о своей страхе. Чего боитесь вы. И по мере того, как вы будете писать, да, я буду отвечать на ваши страхи, буду их комментировать и рассказывать причину, ну, или говорить то, что... Итак, чего же боитесь вы. Высоты. Вот, Самдара, очень хорошо, что вы написали про этот страх. Смотрите, при работе со страхами я придерживаюсь такой техники. Страхи можно разделить на две части. Первая часть страхов – это биологические страхи. Это те страхи, которые связаны с нашей безопасностью, да. Это вот страх высоты, страх огня, то есть все то, что реально может принести вред, да, там, страх закрытого пространства. С этими страхами обычно... Вот, обычно я не работаю, если это не ваша профессиональная деятельность, да. Вот, если вы, конечно, занимаетесь, не знаю, там, монтажник-высотник, альпинист или еще что-то такое, и вам этот страх реально мешает вашей профессиональной деятельности, конечно, с этим можно работать. Но это не главное. В основном, это первая группа страхов – биологические. А вторая группа страхов, я их называю бытовыми страхами. Ну, или же их можно еще называть социальные. То есть та группа страхов, которые реально возникают в результате развития общества, да. Вот, например, страх одиночества. Это социальный страх. С ним можно работать, да. Страх высоты. Если вы не занимаетесь высотными работами, даже нет смысла работать с этим страхом. Вы реально не сталкиваетесь с этим, да. Другой вопрос, если вы живете на втором этаже, и выходя на балкон, вы боитесь этой высоты. Это уже другой вопрос. С этим можно работать. Страх ночного леса. Надежда, ну, я не думаю, что вы каждый день ходите в ночной лес, и реально это вас так сильно беспокоит. Наверное, это не тот страх, который бы вас так вот сильно беспокоил. Ночной лес не опаснее, чем дневной город. Да, я об этом говорил. Темнота и неизвестность. Вот, поэтому мой курс направлен на то, чтобы работать со страхами социальными. Я сейчас приведу примеры. Вот. Какие примеры? Допустим, страх остаться без денег, да. Страх одиночества, страх потерять работу. Те страхи, вот это и есть те самые социальные страхи, которые находятся в голове. Смотрите, Надежда, да, вот ночной лес. Мы ничего с этим ночным лесом сделать не сможем. Глубокая вода, пишет, да. Вы пишете биологические страхи. Это немножко не тема нашей разговора. С этими страхами не нужно бороться. Глубокая вода – это реальная опасность. Если вы не занимаетесь подводным плаванием, вам нет никакой необходимости бороться с этим страхом. Надежда Журкович пишет, я боюсь остаться в одиночестве, будучи беспомощным. Страх беспомощности, да. Это реальный страх, с которым можно работать. Сильные темноты без единого просвета, любовь, да. Это биологический страх. От него он присущ каждому человеку. От него не нужно избавляться. То есть это не тот страх, с которым нужно работать. Мы живем в современном мире, в цивилизации, у нас освещение. То есть это не наш профиль – летать на самолете. Татьяна, если вам реально нужно избавиться от этого страха, вы можете связаться со мной, я вам подскажу, как этого избавиться. Хотя я не думаю, что этот страх вам сильно по жизни мешает. Перемена нового места жительства. Вот это наш профиль, да. Именно те социальные страхи, которые мешают. Боюсь серьезно заболеть и причинить. Вот, вот это наш профиль. Смотрите. Вот боюсь заболеть, но и причинить беспокойство. Это психологический страх. Это не физиологический страх. Это не то, что присутствует где-то. Татьяна пишет, да, я сильно мешает. Тогда в конце моего выступления организаторы дадут мои контакты, вы сможете с ними связаться со мной, и мы с вами будем работать с этим страхом. Вот, Любовь пишет, страх за ребенка, вдруг что-то случится, когда меня нет рядом. Вот с этими страхами можно работать. Татьяна пишет, сын и дочерь живут далеко. Смотрите, Татьяна. А на самом деле у вас не только вот этот вот страх. У вас страх или же беспокойство, наверное, за детей, да, помимо страха летать. И в реальности у вас такой получается целый букет страхов. Ну что? А вот теперь скажите, насколько сильно вам эти страхи мешают? Насколько сильно они вам доставляют, ну, беспокойство? Да, вот Татьяна написала, она боится летать на самолете, а дети живут далеко. О, я же про это говорю, Татьяна, что вам нужно к ним летать, я правильно вас понял? Да, к ним не будет летать. Вот. А вы боитесь летать? А вот Надежда пишет мне не очень. Надежда, я вас прекрасно понимаю, ваши страхи биологические, и они реально вам жить не мешают, с ними не нужно бороться. А вот та ситуация, которую описывает Татьяна Куликова, да, вот с ней стоит разобраться. Это как раз вот тема нашего курса. Насколько сильно эти страхи вам мешают? Хорошо, давайте так. Я вам обещал медитацию, у меня немножко времени осталось. Готовы? Вот, все верно. Готовы медитации? Кто хочет медитацию, поставьте, я не знаю, цифру 5. Цифру 5, если вы готовы провести медитацию. Время есть, да? Хорошо, я услышал Елену, благодарю. Это у меня 35 минут. Хорошо. Ну, что же. Так, тогда давайте так. Я сейчас включу музыку, фоновую музыку, а вы мне скажете, как эту музыку будет слышно. Тогда сядьте спокойно, ровно, пока я включаю музыку. Музыка для медитации. Вот она, музыка у меня. А, скажите, нормально музыку слышно? Или я сделаю чуть-чуть потише, чтобы она меня не заглушала? Вот так вот, наверное, да? Чтобы она была фоном и меня не заглушала. Если музыка услышно, поставьте плюсик. Музыка просто создаст хороший такой фон. Все, мы тогда начали. Больше я не обращаю внимания на чат, я ушел в медитацию. Надеюсь, вы со мной. Сядьте ровно, спокойно. Прикройте глаза. Причисляя внимание, направьте на дыхание. Плазный, естественный вдох. И свободный, лишний выдох. Вдох. Ваше тело наполняется энергией. И выдох. Все неложное покидает вас. Ваше внимание находится в макушке. И плавно опускается вниз. Ваше внимание скользит по лицу. И расслабляется мышцы лица. Расслабляется мышцы шеи. И мышцы плеч. Отбросьте с себя напряжение. Отбросьте все заботы, которые накопились. Опустите плечи вниз и немножко назад. Расслабьте мышцы груди и мышцы живота. Расслабьте мышцы спины. Ваше внимание опускается вниз и расслабляется ваше внимание. Вы полностью расслаблены и погружены внутрь себя. Просто наслаждайтесь этим состоянием. Состоянием расслабленности, покоя. Может быть даже радости. Состоянием спокойствия. Вы просто наблюдаете за своим дыханием и расслабляетесь. А теперь представьте, что в руках удержите стекло. Самое обыкновенное стекло размером с альбомный лист. На этом стекле изобразил ваш страх. Просто посмотрите на него. Какой он? Что так сильно и так долго вас пугало? Какого вам цвета? Какой формы? Может быть вам удастся? Потрогать его рукой и почувствовать его на ощупь. Возможно вам захочется его как-то назвать. Или наоборот, вы спросите у него. Как тебя зовут? Что ты хочешь мне сообщить? Какую информацию ты мне хочешь донести? Просто наблюдайте за ним. И почувствуйте услышку любви. Золотые. Поблагодарите его за это. Ведь столько времени он хотел достучаться до вас и донести что-то важное для вас. Ведь на самом деле он вас оберегал от чего-то. А теперь давайте отправимся в путешествие. И мы с вами будем подниматься на самую высокую башню на земле. И к нашей радостью эта башня находится совсем-совсем рядом. Стоит только обернуться и сделать несколько шагов. И вот вы стоите и поднёжите самой высокой башни на земле. Которая своей вершиной входит высоко-высоко в небо. Её даже не видно в земле. И вот вы начинаете подъём наверх. Кто-то поднимается по лестнице. А кто-то поднимается на листы. Возможно, вы поднимаетесь каким-то другим способом. На воздушном шаре, ковре самолета или ещё как-нибудь. Я не знаю. Но это и не важно. Важно то, что с каждым шагом наверх. С каждым метром, которым вы поднимаетесь вверх. С вашим страхом что-то происходит. Просто наблюдайте за ним. Что происходит с вашим страхом? И вот, когда вы поднялись наверх. И стоите на вершине самой большой башни. Вокруг вас безграничные просторы нашей земли. Над вами огромное небо. Возможно, вы чувствуете вот эту вот свежесть воздуха. Прилив сил. Ветер сильный. И вдруг. Ваша стекляшка выскальзывает из рук. И стремительно падает вниз. И вот через несколько мгновений она становится всё меньше и меньше и меньше. Превращается в маленькую тёмную точку внизу и пропадает. Просто почувствуйте, что произошло с вами в этот момент. Как изменилось ваше тело. Как изменились ваши ощущения. Просто наблюдайте за этим. И мы начинаем возвращаться. Мы спускаемся обратно вниз. И подходим к тому месту, куда упала и не должна была упасть наша стекляшка. Просто посмотрите на это место. Я не знаю, что там. Может быть, она провалилась сквозь землю и образовала глубокую воронку. Или разбилась на сотни, тысячи мелких осколков. И превратилась в какое-то мокрое пятно. Я не знаю. Но это не важно. Важно то, что произошло с вами. И вот мы возвращаемся обратно. В свой дом. На своё место. В свою комнату. В своё тело. И за это время, пока мы с вами путешествовали. Что-то происходило внутри вас. Я не знаю, что конкретно происходило. И какие были изменения. Но это и не важно. Важно то, что эти изменения обязательно принесут положительный эффект. Эти изменения уже дали какой-то положительный результат. Благодарите себя, своё тело, за путешествие. Вдох. 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 Ваше тело наполняется энергией. Вдох. Вдох. И три. Открываете глаза и возвращаетесь. Поставьте единичку. Те, кто вернулся. Поставьте единичку, чтобы вы вернулись. Что никого мы не потеряли. Никто на башне не остался. Что все на месте. Все наши 120 человек, кто присутствует. Вот так вот. Отлично. Отлично. Вернулись. Вижу. Молодцы. Включились. Помните, где кнопки на компьютере. Молодцы. Прекрасно. Как ощущения. Кому просто понравилось. Кто получил какой-то результат. Не знаю. Циферку 7. Если вам было классно, понравилось. Были какие-то озарения, инсайты. Для меня очень важно понимать. Получили вы результат или нет. Циферку 7. Если для вас был какой-то результат. Не знаю какой. Это надо индивидуально работать. Вижу. Молодцы. Благодарю. Смотрите. Наверняка у вас были какие-то картинки. Вы видели страх на стекляшке. Он мог быть разного цвета. Дальше идет индивидуальная работа по расшифровке. Это очень важный момент. Дальше. Можно сказать. Вторая часть Морализонского балета. Надо понять. Что было за картинка. Какого цвета страх. Возможно вы что-то ощущали в теле. Какие-то изменения. В какой части тела это было. В зависимости от того. Какую информацию вы выдаёте. Здесь уже идет расшифровка. Здесь уже можно понять. Что происходит с вашим телом. В какой области. С какой частью надо работать. И что конкретно нужно делать. Вот эту работу я обычно провожу на индивидуальной консультации. Или в закрытой мастер-группе. Страх черного паука. С этим можно разбираться. Татьяна. Это вполне реально. И после одной-двух консультаций. Это вполне решается. А в целом. В целом я хочу сказать. Вот эту медитацию. И многие-многие другие медитации. Ну еще несколько таких эффективных приемов. Я даю на своем курсе. На своем курсе. Жизнь свободная от страхов. Это онлайн-тренинг. Это значит 5 занятий. 5 вебинаров. Где я даю конкретно пошаговую методику работы со своими страхами. Так. Татьяна. Я с удовольствием вам отвечу. И дам обратную связь. Но это уже индивидуальная работа. Я не могу индивидуально консультировать вас. У каждого из вас. Сейчас мне просто не хватит на это время. Смотрите. Онлайн-тренинг, который я вам предлагаю. Сегодня мы только... Это была вступительная часть. Сегодня я дал вам только первые шаги. И показал, какие техники, какие приемы будут идти в дальнейшем. Давайте посмотрим, из чего состоит этот тренинг. И что там мы будем делать. Первый главный момент это выявление причин. У каждого страха есть свои причины. Понятно, что практически все причины уходят корнями в детство. Вот даже взять тот банальный страх публичных выступлений. Откуда берется этот страх? Вспоминайте школу, когда вы, будучи ребенком, школьником, начинается урок. Сидите в классе. Входит учитель и говорит. Здравствуйте, дети. Начинаем урок. Сейчас проверим домашнее задание. Итак, он открывает журнал и говорит. Итак, к доске пойдет. Сейчас. К доске пойдет. Пойдет к доске сейчас. Пойдет к доске. А вспомнили вот этот момент? Вот у кого было такое в школе, когда кто переживал, просто поставьте плюсик, да, что в школе, когда учитель говорил, сейчас пойдет к доске, проверка домашних заданий, вы, вот, был такой страх для меня, это вот 8 лет школьной жизни, они под этим флагом, можно сказать, прошли и запомнились очень-очень сильно. Это первый шаг к формированию страха публичных выступлений. И на тренинге мы уделяем большое внимание выявлению страха. Многие из вас говорили, что боятся одиночества. А в реальности проблема одиночества, да, она своими корнями уходит куда? В детство, опять же, когда мама, ну, я не знаю, любила, не любила, может быть, вам казалось, что родители вас не любят, когда родители наказывают детей, дети очень сильно пугаются. Пугаются так, что даже вот до нервных тиков происходит реально, да, в зависимости от ситуации, от возраста. И как-то это потом, ну, забывается, но в итоге, когда человек вырастает, у него появляется страх общения, да, страх одиночества. И когда я работаю с этим, когда начинаем разбирать вот эти ситуации, то чаще всего именно проблема с родителями, не любовь к родителям, да, вот, а причина того, что возникает страх одиночества. И на этом тренинге мы будем индивидуально с каждым из вас разбирать, разбирать причину вашего страха. Шаг второй, которым мы будем заниматься, формировать новые модели. Смотрите, человек во многих своих моментах живет по привычке. Вы по привычке встаете, идете в ванну чистить зубы, готовите завтрак, едете на работу, и большинство из этих действий вы совершаете по привычке. Правильно? Точно так же вы боитесь, вы боитесь чего-то, начать новое дело, познакомиться с кем-то, да, вот, летать на самолете, то есть, это нечто новое. И вы по привычке это откладываете, убегаете, да, вот, момент избегания. Мы с вами будем формировать у вас новые модели поведения, да. Эти модели надо будет не только сформировать, но их и закрепить, да, проверить на практике и закрепить получить новый результат. Каждый из вас сделает, получит свой новый результат, тот результат, который вы будете укреплять. Это вот как вот зернышко посадили, да, росточек маленький. Он только маленький, он еще очень хрупкий, его надо сохранить и безопасить, закрепить, чтобы он вырос в такой вот крепкий, такой могучий дуб. И вот она программа нашего курса. Я уже вначале рассказал, да, что это будет причина возникновения страха. Будем разбирать. Индивидуально каждый из вас поймет причину своего страха. Без этого вы не уйдете, я вам это гарантирую. А второй важный момент, это четко понять, что говорит страх. И здесь это не просто вы узнаете, что вам говорит какой-то страх. Вы научитесь, я вам дам методику, как это понимать. Вы будете сталкиваться в своей жизни с разными страхами. И с помощью этой методики вы просто-напросто будете понимать, что происходит с вами, чего вы на самом деле боитесь. Третий пункт, как использовать преимущества страха. В реальности я вам уже говорил, но это как бы верхушка айсберга. Страх это ваша энергетика. Как пользоваться своей энергетикой, как ее направить конкретно в нужное русло, для достижения вашей цели. Следующий момент. Сегодня практически у меня не было времени, но вот эти два момента, паника и сомнение, это две противоположности. Паника это состояние, когда эмоции отключают интеллект, и вы уже не можете ничего делать. В состоянии паники человек или, что называется, тормозит, впадает в ступор, или совершает действия хаотичные, которые к результату не приводят. Как выходить из паники, как с этим справляться, я буду подробно рассказывать. Как работать в ситуациях, когда кто-то другой находится в панике, когда близкий вам человек паникует, и вам надо с этим что-то сделать. Это первое. Однокрайность. Вторая крайность – это сомнение. Сомнение – это состояние, когда еще ничего не произошло, когда реально страха нет, но внутри что-то гложет. Были у вас такие состояния, когда беспокойство какое-то внутри? Просто поставьте плюсик, что оно… и вот это состояние, оно ужасно дискомфортное, оно неприятное. Оно, что самое важное, оно силы забирает. Вы думаете, идти-не идти, покупать-не покупать, решаться-не решаться. Время идет, сила уходит на это, сомнения, и вы не можете с этим справиться. Ваше подсознание дает вам определенный сигнал. Надо научиться его понимать, как работать со своими сомнениями, как разобраться с этим. И вот вовремя сэкономить свое время, свою энергию, я буду подробно об этом рассказывать. Следующий пункт – техника здесь и сейчас. Очень сильная техника, сильнейшая техника. Она отписана у многих авторов, но я ее модифицировал под тему страха, под тему «избавиться от страха». Она работает именно с теми страхами, которые социальные страхи. Например, страх неизвестности, как с этим справиться, техника хорошо работает. Любой страх, который вымышленный. Вы думаете, а вдруг что-то случится, и все, и вы попадаете в ловушку с этим вдруг. И как только вы будете применить эту технику, вы сможете работать с любым страхом. Обратите внимание, не избавиться. Вы сможете действовать в любой ситуации, которая вас пугает, действовать так, как вам нужно, получать результат тот, который вы хотите. Тревожность. Тревожность – это очень похоже на сомнение, но там есть некоторые нюансы. Подробно я об этом расскажу на курсе. В итоге, после прохождения курса, это будет 5 онлайн вебинаров, и точно так же на площадке или в скайпе. Просто в скайпе очень удобно работать, когда есть обратная связь, когда вы можете сказать голосом. Здесь я не вижу ваши обратные связи, ваши скупые комментарии, они несут малой информации. Но в целом я люблю работать в скайпе. Скайп позволяет вести живое общение. Итак, я вам предлагаю три варианта участия. Первый вариант участия – вот просто слушайте тренинги, получайте записи, получайте домашнее задание. Это пакет осторожный. Девочки, модераторы здесь давали ссылки, вы можете их выбрать. Вы просто участвуете, вы получаете. Вы можете писать во время вебинара свои вопросы, я буду на них обязательно отвечать. Это первый самый простой пакет. Второй пакет смелый, включает все то же самое. Каждый пакет включает предыдущий. Вы участвуете в мероприятиях. Плюс, смотрите, я даю вам, если в первом варианте я вошу, домашние задания не проверяю, вы выполняете на свое усмотрение, хотите делать, хотите, нет, так как вам хочется, то во втором пакете я даю образование. Я проверяю ваше домашнее задание и говорю, что вы сделали правильно, что нужно изменить. Ну и, в общем, контролирую, помогаю. Помимо того, самое главное, самое важное, у нас будет мастер-группа. У нас будет два занятия в закрытой мастер-группе по скайпу, где мы сможем с вами голосом поработать, где мы голосом можем с вами обсудить ваши ситуации. Я буду проводить также медитации и вот в мастер-группе я каждому из вас отвечу, дам полную расшифровку, что вы видели в медитации, что это значит и что с этим нужно делать. Ну и в качестве еще бонуса я даю 30% скидку на любой свой тренинг в течение года. В течение 2016 года, если вы захотите получить какую-то консультацию, прийти на мой любой другой тренинг, вы получаете скидку на 30%. И в течение месяца после окончания тренинга вы можете мне написать вопрос, написать в скайпе, задать вопрос в скайпе или на почту, и я вам дам ответ. Поддержка в течение месяца. Ну и пакет героический для самых-самых отважных, для тех, кто по-настоящему хочет решить свои вопросы, решить проблемы со страхом. Включает первые два пакета, плюс, здесь есть два момента, значит вы получаете 4 консультации по скайпу, 4 консультации индивидуальных по скайпу, ко всему прочему, плюс на выбор один из тренингов. Вначале я рассказывал, что у меня несколько направлений, и вот один в записи, этой тренинги в записи, это уже они проведенные, вы можете выбрать то направление, которое для вас более важно. То есть это психосоматика из здоровья, как страх влияет на здоровье и что с этим можно сделать. Это как создать гармоничные отношения. Это моя главная тема, моя любимая тема, и на эту тему у меня вообще очень много информации. То есть это тренинг в записи, где я рассказываю, как прекратить конфликты на лайке отношения. И третий страх связан с деньгами, третий тренинг связан с деньгами, как избавиться от страха остаться без денег. Вот они здесь расписываются более подробно. Более официальная медицина, вы наверняка знаете, говорит, что более 80% заболеваний имеют психологические причины. И те хронические заболевания, часть из них, может быть не все, но часть из них, которые у вас есть, своими корнями уходят в психику, уходит ваша психосоматика. То есть ваши страхи, ваши сомнения, ваши тревоги. Как от этого избавиться, что с этим сделать, я рассказываю на этом тренинге. Второй тренинг – гармоничные отношения. На эту тему я могу говорить часами, весь день, без перерыва, только чай заваривайте. Это практический материал о том, как выстраивать отношения в семье. И третий, еще раз повторяюсь, третий тренинг на ваш выбор. Как избавиться от страха остаться без денег. Ключевая тема, хотя не все на эту тему готовы говорить, для некоторых людей тема денег очень-очень опасная, очень закрытая, но в реальности остаться без денег боятся очень многие люди, у которых доход средний ниже среднего. Какие у вас есть вопросы? Какие у вас вопросы именно по курсу, по тренингу? Татьяна Куликова написала, как понять страх почков. Это психосоматика, Татьяна, в двух словах буквально. Любое состояние, в том числе и страх, эмоция, оказывают влияние на тело, на нашу физиологию. И страх может оказывать влияние на давление, а может оказывать влияние на почки. Здесь нельзя сказать, что страх оказывает влияние только на почки. В реальности он у вас может оказать влияние и на сердце, и на почки, и на другие органы. Чаще всего страдает от этого почки. Это психосоматика, да? То есть, ну, чаще всего. Хотя в реальности страх может оказать. Какие у вас есть вопросы? Я жду вопроса. Вопросы. Если вопросов нет, тогда задайте себе вопрос. Если вы ничего не будете менять, если вы все оставите так, как есть, как изменится ваша жизнь? Проще всего, да? Ничего не делать. И проще всего оставаться в той ситуации, в которой вы находитесь. А что изменится в вашей жизни, если вы ничего менять не будете? А теперь просто подумайте. Вы хотите хорошего здоровья? Вы хотите прекрасных отношений? Вы хотите больше денег? Вы хотите путешествий? Каждый хочет чего-то своего. А теперь только представьте, что вы этого можете достичь, получить. Счастливую семью. Вас окружают близкие родственники. Они всегда рядом с вами, нехорошо к вам относятся. Просто почувствуйте, как изменится ваша жизнь, когда вы будете признаны обществом. Вы будете больше зарабатывать. Вы сможете путешествовать. Вы сможете получать и отдавать. Получать больше от жизни и отдавать точно так же больше. Каждый из нас стремится к стабильности. И если бы я спросил, чего на самом деле вы хотите, большинству ответов было бы какого-то спокойствия, стабильности, уверенности. Я уже проверял это неоднократно. Это ловушка. Стабильности в жизни не бывает. Нам кажется, что вода стабильно течет. Но ключевое здесь слово течет. Я когда выхожу на набережную, да, я живу в Волгограде, на берегу Волги, я вижу, как стабильный поток воды идет. Но важно здесь, что поток идет. Жизнь всегда идет. Стабильности никогда не будет. Будет или хуже, или лучше. И это выбираете вы. Только вы делаете выбор, куда пойти. Пойти туда, куда идут большинство, или же пойти туда, куда нужно вам. Время уходит. К сожалению, у нас не так много времени в жизни. Не на вебинаре в жизни. И это время надо использовать с пользой. Ну что ж, я благодарю вас за участие. Я благодарю вас за внимание, за то, что вы были вместе со мной, писали ответы, задавали вопросы. Я благодарю тех, кто сделал заказ и идет на тренинг. Для меня очень важно и очень приятно работать с людьми. Благодарю тех, кто записался на консультацию. Если вопросов нет, я заканчиваю. И благодарю организаторов за то, что пригласили. Всем успехов. До встречи на тренинге. Активные выступления. Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. В качестве аплодисментов. Пожалуй, конечно, что немножко за чат запаздывал. Поэтому вопросы всегда поступали как-то немножечко с опозданием. Но, в принципе, это то, что есть, это небольшая проблема. Давайте перейдем по ссылочкам и посмотрим то, что предлагает Александр. Он предлагает тренинг, который называется «Антистрах». Дело в том, что мы так привыкли жить со своими страхами. И привыкли, что они от нас высасывают силу, что даже этого не замечаем. Но вот если на это обратить внимание, то мы увидим, что это действительно так. Храбрость – это хорошо натренированная трусость. А убеждение – это самая эффективная сила из всех дарованных человеку сил. И вот благодаря этому тренингу вы получите готовую систему для глубинной проработки убеждений. Наша оценка происходящего зависит от мировоззрения или системы убеждений. Нам просто необходимо работать со своими убеждениями, иначе можно только мечтать о радости, о безоблачной жизни. И Александр Жураковский, психолог, специалист по работе со страхами, коуч, поможет нам в этом разобраться. И вот что наполняет человека радостью. Мир таков, каким мы его видим. Если мы посылаем в эфир позитив, то мир откликается только положительными сообщениями в ответ. А если шлем негатив, то тщетно ждать, что люди вокруг будут вам улыбаться. Каждый получает то, во что верит. Поэтому смелость – это не отсутствие страха, это власть над ним. И обратите внимание, вот многие писали, что у всех есть страхи в жизни. Есть такие страхи, которые нам, в принципе, не причиняют больших неудобств. Но вот тут вот был такой страх, что летать на самолете. Если вы хотите повидаться со своими детьми, то вам придется лететь. Поэтому возьмите тренинг и займитесь этим. Посмотрите, тут есть три варианта, которые предлагает Александр. Это осторожный участие в онлайн-вебинарах, поддержка в закрытой группе в Фейсбуке. Второй смелый, тоже самое. Он стоит 6800 рублей. Это участие в онлайн-вебинарах, поддержка в закрытой группе, запись полного тренинга и мастер-класс. Один раз в неделю разбор ваших сессий плюс обратная связь. То есть первый вариант без обратной связи, а второй вариант с обратной связью. И еще есть тренинг героический. Это то же самое, что и было в предыдущем, плюс индивидуальная работа по скайпу. Это 4 консультации. Но если вы пригласите друга, то у вас будет с 50% скидкой. И вот посмотрите, выберите то, что вас интересует и сделайте заказ. А также Александр, он очень хороший психолог и предлагает вам индивидуально разобраться с вашими страхами, с вашими проблемами. Для этого вам нужно только перейти по консультации и сделать заказ. Консультация стоит 3000 рублей. На этой консультации вы можете разобрать все, что вас волнует. Либо страхи, это индивидуальная работа, либо семейные отношения, депрессии, критические состояния. В критические состояния входит очень много понятий. Например, если у вас что-то случилось такое, изрядно вон выходящее, то, с чем вы не можете справиться. Как раз, чтобы не повиснуть в этом состоянии, чтобы не находиться долго, обратитесь к психологу, и он может вам помочь. Поэтому обратите внимание, переходите по ссылочкам и делайте заказ. Я хочу поздравить тех, кто уже сделал заказ. Поздравляю. Давайте еще раз поаплодируем Александру. Поставим наши восклицательные знаки настолько, насколько вам понравилось это выступление. И настолько, насколько вы считаете эту тему полезной. Ну что ж. К сожалению, понравилась эта тема настолько только нам, как организаторам. Потому что, поверьте, я просто говорю, все то, что я высказываю, это исходя из собственного опыта. Действительно, страхи отнимают наше время, отнимают нашу энергию, которую можно ее употребить куда-то в другое место. И вот обратите внимание на свои страхи, посмотрите им в глаза, и вам будет жить намного легче. Итак, Александр, я благодарю вас за выступление. А теперь я хочу представить Светлану Стрельникову. Светлана Стрельникова, научный руководитель медико-образовательного центра «Стройная персона». Она врач, коуч, эксперт по диетологии и имеет свой опыт снижения собственного веса. Она хочет представить тему отношений с едой, как женщине за 40 получить энергию из ниоткуда. Как вы заметили, что, как правило, мы поправляемся уже после 40 лет. Вроде бы как и делаем все то же самое, что раньше, и вроде бы как и не меняем свою диету. Едим так же, как и прежде, но почему-то мы начинаем полнеть. И вот вы узнаете 5 причин, почему мы не можем есть так, как прежде. Фильтр, по которому мы выбираем еду. Что мы кормим, когда едим. И вот вы получите 3 простых инструмента стройности для женщин после 40. А также флешмоб «Форсаж» минус 6 килограммов за 15 дней для самостоятельного прохождения. Поэтому предлагаю послушать Светлану. Дело в том, что у нас заявлено выступление на 21.30. Поэтому, Светлана, вы уже готовы выступать? Я готова. Я сделаю еще небольшое объявление. Хорошо. Информации по вебинару. Просто к нам в чат приходят обращения, где получить запись выступления наших любимых спикеров. Также эти обращения приходят и на почту. Но вот я просто хотела повторить, что каждый день в районе 11 часов мы отсылаем запись выступления всем на почту. Выкладываем также эту информацию в наш скайп-чат, в группу ВКонтакте, в Фейсбуке. Но бывает такое, что наши письма уходят в спам. Поэтому, если вы видите, что... Посмотрите в спаме. Письма приходят только тем, кто зарегистрировался на наше мероприятие по ссылочке, которую мы давали в письме. Сейчас мы ее повторим. Вот это анонс нашей конференции. Если вы зарегистрируетесь на нашей конференции, вы получите 55 подарков от 55 спикеров, которые выступают на нашей конференции. И тогда вам будут письма приходить на почту. Если вы их не увидите на почте, вы можете зайти в спам и пометьте, что это не спам. И тогда письма будут вам приходить в ваш обычный почтовый ящик. Ага. А также вот скайп-чат, в который выкладывается вся информация, группа ВКонтакте, группа в Фейсбуке. А также есть канал на Ютубе, где тоже вы можете посмотреть записи всех наших спикеров, которые выступают. Как правило, к утру, ну где-то в районе 11 часов, эта информация уже готова. Поэтому смотрите, внимательно получайте наши письма и приходите на конференции. А сейчас я передаю слово Светлане Стрельниковой. Давайте поаплодируем ей и встречаем ее. Так, здравствуйте, друзья. Я думаю, что меня слышно. Ну, поставьте плюсики традиционно. Если меня слышно, видно, все в порядке. Я благодарю Татьяну, Елену за то, что меня пригласили на конференцию. И я благодарю вас, дорогие слушатели из разных-разных стран, за то, что вы с нами в этот вечер. И понятно, что вы могли бы отдохнуть и провести его как-то еще. Но вы решили прийти и поучаствовать в нашей конференции. И узнать, получить что-то новое. А самое главное, начать что-то делать уже завтра. И сегодня в своем выступлении, оно, знаете, так, я понимаю, немножко сложно называть. Там отношения с едой, там энергии из ниоткуда, да. Но мы с вами будем говорить о нашем насущном, так сказать, между нами девочками говоря. О том, вот, что нам нужно знать для того, чтобы, как Елена сказала, что часто вес набирается после 40. Пожалуйста, поставьте плюсики. А то я вижу, что здесь идут еще комментарии к прошлому. Как бы к тому, что Елена говорила. Пожалуйста, поставьте плюсики, если меня слышно. Да, спасибо, Татьяна. Спасибо, Виктория. И смотрите, почему вес набирается после 40? Да, сразу вот на такой комментарий сделаю к тому, что сказала Елена. Да, мы вроде едим то же самое, мы вроде и образ жизни не меняется. Так вот, в этом и вопрос, что мы едим то же самое и образ жизни не меняется. Потому что, к сожалению, после 35 лет начинает снижаться выработка половых гормонов и уменьшаться размер мышечного волокна и таким образом снижать...